МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишь в последние 10 лет начали появляться достойные внимания экспозиции. Но не хватает им еще широты. Охват слабоват и масштаб не тот. А хочется большего. Взять, например, знаменитый музей Зинхайм в Германии. Огромная территория, техника со всего мира. Автомобили, трактора, самолеты и даже корабли. Собрано все без оглядки ни на возраст, ни на размеры. Примерно таким же по замыслу организаторов должен был стать в музее техники автоваза. 40 гектаров земли, более 500 экспонатов. Помимо экспозиции, по задумке здесь должна была появиться зона отдыха, кафешки, развлекательный комплекс и картинг. Но, как это часто у нас бывает, многое так и осталось в проектах. Однако давайте не будем о грустном. И хотя бы очень коротко пробежимся по самому интересному, что выставлено на обозрение в Тольятти. Начнем с депо. Правда, от железной дороги здесь только название до паровоза вокруг него на улице. А внутри, кто бы мог подумать, техника космического назначения. Помните Громозеку из мультика «Тайна третьей планеты»? Похожий на него шагающий аппарат о шести ногах создали в 85-м году в НИИ «Трансмаш», разумеется, для путешествия по дальним планетам. Аппарат был создан для отработки шагающего движителя и системы управления им. Масса этого изделия составляет около 750 килограммов, из которых почти половина – вес аккумуляторов. Утащить на себе этот Громозека мог всего 80 килограммов, то есть одного человека. Ни за что не догадаетесь, для чего нужно вот это хитроумное устройство. На самом деле это своего рода навигатор. Под вот эти стержни клалась карта, потом при помощи ниже указывался маршрут на карте, а сам робот уже этот маршрут должен был повторить. Вот такой GPS 80-х годов. Все эти тележки с необычными, но узнаваемыми колесами на самом деле действующие модели планетоходов. Многие привыкли к тому, что луноходы выглядят как краб с большим круглым корпусом. Однако это всего лишь контейнер для оборудования. А сам аппарат – это такая тележка с двигателями и управляющей электроникой. Эта модель лунохода была создана для отработки управления им в условиях отсутствия гравитации. Собственно говоря, вот эти противовесы создавали имитацию инерционности в условиях отсутствия гравитации. Для этих испытаний в Крыму был построен целый полигон, полностью повторяющий рельеф Луны. За основу были взяты снимки спутника Земли. Но на сегодняшний день он полностью разрушен. Среди марсоходов, луноходов и прочей инопланетной техники есть и вот такой вален нашего времени. Этот робот предназначался для разбора завалов после аварии на Чернобыльской АЭС. Уникальность этого аппарата заключается в том, что заказ на его изготовление поступил в НИИ в мае 86-го года. А уже в августе готовые изделия привезли на место катастрофы. Точной информации о том, сколько их было собрано всего, нет. Но те, которые действительно работали на АЭС, так и остались там. Выставленный в музей экземпляр никогда там не был, вопреки многим слухам. Перемещаемся на улицу. Большую часть территории занимает экспозиция ракетной и инженерной техники. Рассказывать о ней придется очень долго, да и не особо интересно. Другое дело — авиация. Среди заурядных Ан-2 и МиГ-29 здесь есть и достаточно редкие экземпляры, которые увидеть живьем становится все сложнее и сложнее. Вот, скажем, Як-28 — советский многоцелевой реактивный военный самолет. Существовал в нескольких исполнениях. Фронтового бомбардировщика, перехватчика, разведчика, самолета радиоэлектронной борьбы и учебно-тренировочного самолета. Первый полет он совершил 5 марта 1958 года. До 1971-го было построено 1180 таких самолетов. Но самое интересное то, что в СССР официально он так и не был принят на вооружение. А этот самолет стал во многом первым. Это первый в мире реактивный бомбардировщик. Он же стал основой для первого в мире реактивного пассажирского самолета — Ту-16 «Барсук». Решение о начале работ над созданием реактивного тяжелого бомбардировщика дальнего действия было принято в 1949 году, а уже в 1953-м он был взят на вооружение. Этот самолет можно было встретить во многих вооруженных силах мира. Ту-16 принимали участие в так называемой «шестидневной войне» 1967 года в Израиле, в Ирано-Иракской войне, в Афганистане и многих других конфликтах. Настоящий шедевр инженерной мысли — последний Ту-16 ушел на пенсию еще в 90-х, став самым долгоживущим самолетом в истории мировой авиации. Кстати, китайский вариант Ту-16 до сих пор стоит на вооружении в Поднебесной. Выставленный здесь экземпляр находился в распоряжении одной из военных частей Самарской области. В музей его доставляли по частям, по воздуху, транспортным Ми-26. Согласитесь, силы были потрачены не зря. Жаль, что на содержание редкого Ту-16 нет средств, а состояние его с каждым днем становится все хуже и хуже. Кстати, именно для выполнения подобных транспортных задач был создан Ми-10. Предполагалось, что он будет перевозить ракеты, но скоро от этой идеи отказались. А чтобы проект не пропал даром, конструкторы как следует поколдовали над машиной, в результате чего в 75-м году на свет появился легендарный летающий кран. Этому вертолету принадлежит мировой рекорд грузоподъемности, который до сих пор не побит. За мной находится самая большая дизель-электрическая подводная лодка в Советском флоте. Плюс к этому это единственная подводная лодка в мире, которая выставляется на суше. Перевозка фюзеляжа самолета, пусть и большого, по воздуху – это ничто по сравнению с теми усилиями, которые потратили сотрудники музея на то, чтобы протащить 8 километров по суше подводную лодку массой около 2000 тонн. Тащили полгода. При помощи 15 военных тягачей лодка сантиметр за сантиметром двигалась к месту музейной стоянки. Главной проблемой было то, что все машины обязаны были действовать синхронно. В противном случае тросы рвались моментально. И еще, такую громадину нельзя было ставить просто на грунт. Многотонная махина постепенно ушла бы под землю. Пришлось делать специальную станину и водружать ее на бетонные сваи. Зрелище впечатляющее, но самое ценное для меня – это небольшой ангар неподалеку от картинговой трассы. Здесь собраны вазовские концепт-кары и машины опытного производства. Так и не дошедшие до конвейера. Вот лишь некоторые из них. Идея обновления вазовской классики витала в воздухе давно, еще с середины 80-х годов. Вот так должна была выглядеть изначально рестайлинговая «семерка». Но, к сожалению, проект был практически сразу свернут. И в 2002 году на московском автосалоне был представлен проект под названием «Неоклассика». Новый кузов, новый салон, переработанная ходовая. Но, к сожалению, эта машина тоже осталась лишь проектом. По сути, это автомобиль полностью оригинальной конструкции, но собранный с миру по нитке из агрегатов существующих моделей завода. Заднеприводная классика. По сравнению с действующими на тот период времени моделями, машина стала больше, комфортнее. Планировалась установка подушек безопасности и АБС. В качестве силового агрегата предлагался Нивовский мотор объемом 1,7 литра. Хотя на выставочной машине стоял опелевский агрегат. Кстати, интересный факт. Специально для «Неоклассики» в Риге на фирме «Радиотехника» была спроектирована МП-3 «Магнитола». После окончания производства микролитражных автомобилей на ВАЗе потребность страны в маленьких недорогих автомобильчиках все же оставалась. Поэтому спустя какое-то время появился проект АК-2. И эта машина была показана, опять же, на московском автосалоне. Чуть позже появился более семейный вариант под названием «Карат». Но, к сожалению, обе эти модели точно так же до конвейера не добрались. Какие были грандиозные планы! Какие анонсы! Однако все осталось на уровне макетов. Да-да, АК-2 и тем более «Карат» так и остались пластиковыми модельками в масштабе один к одному. Причем «Карат» не имел даже открывающихся дверей. Забавно, но еще в середине 2000-х об этом проекте помнили. Бывший столичный мэр Лужков предлагал наладить производство микролитражки на мощностях завода «Зил». Однако никто не пожелал вкладываться в фактически полноценную разработку модели и освоение ее выпуска. Не всем концептам суждено стать настоящими автомобилями. Некоторые из них носят сугубо эстетические функции. В конце 90-х все вокруг говорили о том, что «Автоваз» умирает. Дабы опровергнуть эти слухи, завод в 1998 году на автосалоне в Москве, а позже и в Париже, показывает вот такой эффектный электромобиль под названием «Рапан». Такого от «Автоваза» не ожидал никто. Красивый, современный электромобиль «Рапан». Их сделали всего два – белый и зеленый. Если зеленый скорее макет, чем автомобиль, то белый передвигался самостоятельно. И в 1998 году был представлен на международном автошоу в Париже, где произвел настоящий фурор. Говорят, от желающих поглазеть на «Рапан» не было отбоя. Обратите внимание на приборную панель и руль «Рапана». Дело в том, что центральная ступица вместе с приборами, они статичны, а руль вращается вокруг них. Точно такое же решение применено на «Ситроене С4», который появился аж через 5-6 лет после, собственно говоря, «Рапана» на «Вазе». То, что «Рапан» был спроектирован за довольно короткое время, стало возможным благодаря уже существующим наработкам тольяттинцев. В течение 80-х-90-х годов прошлого столетия завод серьезно занимался идеей создания машинной электротяги. Гномы, эльфы – все эти смешные автомобильчики часто показывали публике, и на них обкатывались новые технологии. Однако им изначально не было суждено стать серийными. Но были и более серьезные проекты с большими амбициями. Развозить небольшие грузы в условиях большого города без ущерба для экологии. Такие задачи стояли перед электрогрузовичком под названием «Пони». В 1985 году дизайн центра «Автоваза» посетил сам маэстро Джорджетто Джуджаро. «Вы только не обижайтесь», – сказал он представителям завода. «Но из всего, что я увидел, внимание достойна только одна машина» – и показал на «Пони». Забавная внешность – это не главное достоинство проекта 2802. Он сплошь и рядом состоит из оригинальных идей. Стеклопластиковый грузовой кузов объемом 4,5 кубометра крепился к платформе четырьмя защелками. Его место могла занять любая другая надстройка. Вся ходовая часть была спрятана в базу, что позволило максимально использовать небольшие габариты машины. Кстати, некоторое время, в начале 80-х, «Пони» даже трудился в режиме опытной эксплуатации на одном из предприятий Тольятти. Но дальше дело так и не пошло. Куда более реальным казался проект внедорожника, создававшегося параллельно с «Нивой». История полноприводных автомобилей на «Автовазе» началась, разумеется, с военного заказа. Министерству обороны понадобился внедорожник, причем плавающий, причем способный без специальной подготовки моментально с суши погружаться в воду. Таким образом, начался проект 21-22 «Река». Работы над созданием полноприводного автомобиля на «Авазе» начались еще в начале 70-х. И к тому моменту, когда поступил заказ от Министерства обороны, определенные наработки уже были. Главные сложности были связаны с плавательными возможностями будущего внедорожника. «Река» получила герметичный кузов, насосы откачки воды и новую систему охлаждения с воздуховодами, спрятанными внутри кузова. Основные агрегаты позаимствовали у «Нивы», за исключением двигателя. Под капотом занял место мотор объемом 1,3 литра, которого явно было мало. На плаву 22-я могла развивать скорость до 6,5 км в час. Выставленные на обозрение концепты – это малая часть того, что было сделано вазовскими инженерами. Что-то еще хранится в запасниках дизайн-центра, что-то было утилизировано. А какие-то автомобили ушли в частные руки. Например, концепт «Горби» на базе «Нивы», созданный в студии Луиджи Калани, хранится у него в Италии. Ну а музею техники «Автоваза» хочется пожелать, если не развития, то хотя бы успешного поиска надежного источника средств для содержания уникальной коллекции. Ведь такими темпами лет через 10 смотреть будет уже не на что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин